Веган Христолюб Если вы не смотрели мое предыдущее видео То это все мы разбираем с вами В рамках плейлиста Веган по Библии Роликов из этой серии И в частности Это уже второе видео По деяниям апостолов То есть я Соответственно по порядку разбираю Поэтому я рекомендую Если кто не смотрел Посмотреть прежде ролик Который называется не веган Ибо Петру было разрешено введение Убивать животных И есть их трупы Ссылку я если не забуду Добавлю в подсказку И напомните что в комментарии Что бы я вам дал Кто не найдет На канале все эти ролики по значкам Легко найти И по названиям Ну а сегодняшнее Видео посвящено по порядку Я поэтому не буду Я там очень много рассказывал Про это введение Петра Я общий контекст давал И книги деяний Поэтому рекомендую Все таки посмотреть Они конечно все не короткие Ролик по моему на час получился Это тоже не маленький Сегодня мы с вами разбираем Эпизод Так называемый Как я уже в принципе сказал Это собор Его так называют Первый собор Или Иерусалимский собор Собор апостолов и пресвитеров В Иерусалиме Описано в 15 главе Книги Деяния Деяния апостолов Деяния святых апостолов Как ее только не именуют И связанное место Где уже Павел Ну не Павел Там в частности Яков будет вспоминать Это место Это постановление Этого собора Оно описано в 21 главе Книги деяний Мы с вами все эти оба места Сегодня разберем Так как они взаимосвязаны Но и ибо они нам дадут Общую канву Такое видение того Что вообще происходит Кто такие апостолы Вот это очень тоже важно понять Я хоть себе И на страничку Веган по Библии Добавляю эти кусочки Но В рамках этого видео Читать мы с вами будем Все непосредственно С книги деяний И будем читать Большими эпизодами От начала до конца Чтоб весь этот смысл Был понятен Видео не короткие Но кому интересно Разобраться в истине Тот будет их смотреть Итак 15 глава Книги деяния апостолов Я ее сначала целиком Прочитаю Практически целиком То есть весь эпизод Связан с этим Потому что с этим местом С этим собором Очень важно Что ему предшествовало Очень важно Чем там все это закончилось И потом уже буду Кое-что говорить И потом мы с вами Еще как я сказал Разберем дополнительно Похожее место Очень важное В 21 главе Некоторые пришедшие Из иудеев Учили братьев Если не обрежетесь По обряду Моисееву Не можете спастись Я надеюсь Вы внимательно Вслушиваетесь В то что мы с вами читаем Да То есть некоторые Из иудеев Учили Иудеев Уже так называемых Христиан Которым христианство Преподавали Проповедовали Да Но при этом говорили Что вы хоть и христиане Но если не обрежетесь Там мужчины Крайней плоти Полового органа Да По обряду Моисеев Не можете спастись Когда же произошло Разногласие И немалое состязание У Павла и Варнавы С ними То положили Павлу и Варнаве И некоторым другим Из них Отправиться По этому делу К апостолам И пресвитерам В Иерусалим Итак Быв Провожены церковью Они проходили Финикию И Самарию Рассказывая Об обращении Язычников И производили Радость великую Во всех братьях По прибытии же В Иерусалим Они были приняты Церковью Апостолами И пресвитерами И возвестили Все что Бог Сотворил с ними И как отверст Дверь веры Язычникам Когда восстали Некоторые Из фарисейской Ереси Уверовавшие И говорили То есть Иудеи Фарисеи Это уже здесь Мы так читаем В синодальном Там фарисейской Ереси Да Сам Павел И все говорят Что он фарисей Из фарисеев Уверовали Якобы В учении Иисуса Христа Но при этом Говорили Что должно Обрезывать Язычников И заповедовать Соблюдать Закон Моисея Апостолы Пресвитеры Собрались Для рассмотрения Этого дела По долгом Рассуждении Петр Встав Сказал им Мужи И братья Вы знаете Что Бог Одни первых Почему я говорю Очень важно Сейчас Петр Говорит Посмотрите Предыдущее Видео Как я сказал О том Как Петр Сам Самому Была Открыта Вот эта дверь Язычников Как Петр Ее открывал Как Бог Ему открывал Что нужно Язычникам Проповедовать Тогда у вас Будет такая Цепочка Взаимосвязи Все будете Понимать Мужи и братья Вы знаете Что Бог Одни первых Избрал Из нас Меня Чтобы из уст Моих Язычники Услышали Слово Евангелия И уверовали И сердеведец Бог От него Первого Меня избрал Чтобы из уст Моих Язычники Услышали Слово Евангелия Уверовали И сердеведец Бог Дал им Свидетельство Даровав Им Духа Святого Как и нам И не положил Никакого Различия Между Нами И Ими Вот То Видение Чистых И нечистых Животных Верую Очистив Сердца Их Что Вы Ныне Искушайте Бога Желая Возложить На шее Учеников Иго Которые Не могли Понести Ни Отцы Наши Ни Мы Но Мы Веруем Что Благодатью Господа Иисус Христа Спасемся Как и Они Тогда Умолкло Все Собрание И Слушало Варнаву И Павла Рассказывающих Какие Знамения Чудеса Сотворил Бог Через Них Среди Язычников После же Того Как Они Умолкли Начал Речь Иаков И Сказал Мужи Братья Послушайте Меня Симон Изъяснил Петр Изъяснил Как Бог Первоначально Призрел На Язычников Чтобы Составить Из Них Народ Во Имя Свое И С Этим Согласны Слова Пророков Как Написано Потом Обращусь И Воссоздам Скиню Давидова Падшую И То Что В ней Разрушено Воссоздам И 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 Между Которыми Возвеститься Имя Мое Говорит Господь Творящий Все Это Ведому Богу От Вечности Все Дела Его Потому Я Полагаю Не Затруднять Обращающихся К Богу Из Язычников И Написать Им Чтобы Они Воздерживались От Оскверненного Идолами От Блуда Удавленины И Крови В Синодальном Переводе Есть Такая Фраза Из Евангелия И Что Не Делали Другим Того Чего Не Хотят Себе В Грельских Подсрочниках Этого Места Нет Ибо Закон Моисеев От Древних Родов По Всем Городам Имеет Проповедующих Его И читается В Синагогах Каждую Субботу Тогда Апостолы Пресвитеры Со Всею Церковью Рассудили Избрав Из Среды Себя Мужей Послать Их В Антиохию С Павлом И Варнаву Именно Иуду Прозываемого Варсаву И Силу Мужей Начальствующих Между Братьями Написав И вручив Им Следующее Апостолы Пресвитеры Апостолы И Пресвитеры И братья Находящимся В Антиохии Сирии И Килики И братьям Из язычников Радоваться Поскольку Мы Услышали Что Некоторые Вышедшие От нас Смутили Вас Своими Речами И Не Поколебали Ваши Души И Поколебали Ваши Души Говоря Что Должно Обрезываться И соблюдать Закон Чего Мы И не Поручали То Мы Собравшись Единодушно Рассудили Избрав Мужей Послать Их К вам С возлюбленными Нашими Варнаву И Павлой Людьми Предавшими Души Своей За имя Господа Иисуса Христа Вас Никакого Бремени Более Более Кроме Этого Необходимого Воздерживаться От Идоложертвенного И крови Удавленина И блуда Соблюдая Это Хорошо Сделайте Будьте Здоровы Итак Отправленные Пришли В Антиохию И собрав Людей Вручили Письмо Они же Почитав Возрадовались Об этом Наставлении Вот Такое Вот Место Испитания Собори По поводу Удавленины Во первых Я еще раз Хочу Нарисовать Вам Эту Картину Поговорить Побольше Как я Это Всегда Делаю То есть Мы С вами Видим Что Первые Ученики Иисуса Христа Евреи Многие Из них Иудеи Кто Понимает В чем Разница Я Сегодня Здесь Не буду Об этом Разглагольствовать Для этого Почитайте Ветхий Завет Со мной На моем Канале Чтобы Разобраться Кто Такие Иудеи Кто Такие Евреи Но По сути Пусть Евреи Лучше Так Это Все Так Нация А Иудеи Это Отделившиеся Колено Своя История Но По сути Сегодня Ладно Это Не суть Важна В общем И евреи Есть Именно Иудействующие Даже Фарисейская Секта Стали Называть Хотя Они Сами Все Такие Сам Павел Был Фарисеем И С Фарисеем Законником Непорочным Перед Законом Да Картина То Какая Мы С вами Вообще Надо Понимать Конечно Я Еще Раз Сегодня Расскажу Обо Всех Опять Контекстах Все Это Выдирайте Из Контекста Какого То Как Это Знаете Просто Место Одного Стиха Или Предложения Из Сей Речи Из Главе Быть Больше Или Меньше По Объему Из Контекста Книги Деяний Из Контекста Нового Завета Из Контекста Библии А самое Важное Из Контекста Истины Которая В том Что Бог Его Бытие Все Мы С вами Все Что Нас Окружает Оно Имеет Вечную Жизнь Оно Свободно Избирать Между Добром И Злом И Оно Избирает Добро Все Это Правда Все Это Складывайте В сокровищницу Сердца Своего Все Что Не Соответствует Истинной Вечности Вечной Жизни Свободе И Любви Доброте Все Это Плевелы Все Это Сжигайте Огнем Неугасимым Это Очень Важно В жизни Понимать Вот Мы С вами Видим Собор Собор Иудействующих Христиан Их В принципе Первых Христиан Так И Называли Они Все Казалось бы В тексте Нам Немножко Автор Некий Лука Показывает Что якобы Вот там Были Какие-то Законники Прямо Стали Принуждать Тот же Самый Павел Фарисей Из фарисеев Стал Противиться Павел Казалось бы Противился Да Но только Мы Из его Посланий Потом Это Очень Важно Понимать Знаем Что Он Может Там И Против Обрезания Выступил Но Он Зато Другие Вещи Натягивал На Язычников Не Хуже Любого Фарисея Начиная С тех Самых Покрытия Головы Женщинами И т.д. И т.п. Тоже У него Там Свои Загончики Были Да Это Очень Важно Понимать Отлепиться До конца Он Точно Так Ж Не Мог Он Сам Писал Что Он С Иудеями Был Как Иудей Да С Фарисеями Как Фарисей С Законниками Как Законник Не будучи Чушь Закона Там Он В общем Такое Загнул Да Кто Помнит Его Эту Фразу Там Голову Сломаешь Не будучи Чушь Закона Живя Под Законом Но Соблюдая Закон Но Закон Не по Сердцу Не Не по Букве Но По Духу В общем Павел Еще тот Был Тоже Да Об этом Очень Важно Понимать Читая Сеть Что да Вроде бы Как Наконец-то Иудействующие Христианство Так называемое Его по-другому Действительно Назвать нельзя Мы видим Единственный эпизод Такой Первый Который Они хотя бы Отвалились Там От обрезания И на язычников Не стали Натягивать Обрезания Ну и как бы Якобы Соблюдение Закона Моисеева Хотя я вам Как говорю Уже По факту Мы видим Из них Тех же самых Писаний Что они Там тоже Натягивали Даже тот же Самый Павел Да Вот Про то же Сам покрывал То он Чего вдруг Каринской церкви Натягивает Если это Прямо Из закона Моисеева Идет Да Предписание Там Женщина Покрытая Головой Не покрытая Власть Мужа Все это Откуда Взят Да И он Ничего Спокойненько Потом На язычников Это Натягивал И более того Вы знаете Они Вот Они якобы На язычников Это не Натягивают Но сами От этого Избавляться Не собираются Мы сегодня С вами Еще раз Тоже Увидим А это Очень важный Момент Это Очень важный Момент Показатель Того Что они Так и Не спад Вы поймите Иисус Прямо Говорил Что никто К ветхой Одежде Новую Заплату Не пришивает И в старые Сосуды Никто Нового Вина Не наливает Они так И не поняли Христа Они так и пытались Все время Ветхое С новым Сшить Да Новое вино Налить в старое В полный сосуд В наполненный сосуд Уже старого Что-то туда Новенькое Подлить Так никто Никогда Не делает Они долго Этого Не понимали И мы вообще Не понимаем И не знаем Что они До конца Приняли Нам Вообще Оставлено Очень мало Все что до нас Доходит Это тоже Все очень важно Понимать Мы с вами Очевидно Видим Что сами Они Сами Так и Не способны Отвалиться От закона Моисею Который вообще Никаким образом Невозможно Даже близко Хоть как-то Срастить С новым заветом Ну Современные Я секты не беру Православие Каталицизм Протестантизм Они же прямые Наследники Иудеев Да Они это И сшили Да И как Иисус сказал Вы и новое Ничего не сделали И старое Испортили Вот Так что Вот так Это очень важно Эти моменты Все понимать Да По поводу Всего этого И доложения Во первых Вы знаете Особенно если Вот эта фраза Конечно очень хорошая В принципе Это единственный Заповедь Иисуса Христа И закон любви Закон дел любви А то все время Когда любви То говорят А что такое любовь Любовь очень просто И добротает Поступать другим Так Не делать никому Как здесь и написано Того Чего не хотеть Другим Да И наоборот Делать то Что Не хочешь И делать то Что хочешь Чтобы делали тебе Во первых Знаете Я всегда говорил Вот опять Знаете Я что там У Петра Что здесь Уже об этом Соборе Говорю Потом мы с вами Еще Павла В будущем Почитаем все места Связанные Кто помнит Все еще Разберем По косточкам Я говорю Слушайте Вот уровень Их Если взять Тогда Я говорю Слушайте Вы ссылайтесь Допустим То же самое Место Чтобы там Не веганы Убийцы Трупожоры Или религиозники В частности Чтобы оправдать Что можно Убивать Животных Несмотря на то Что Бог Мир создал Веганским И был прямой Запрет На убийство Животных И пожирание Их трупов В пищу Был только Растительный мир Дан Что именно В этот рай Мы должны Сначала вернуться А потом Вознестись В небесное царство Защищая Животных Их жизнь Их благо бытие Вот Ну тогда Вот этот собор Можно вырвать Вообще Выкинуть Евангелие На помойку Евангелие Иисуса Христа Всю его жизнь Всю его учение Всю его жертву И все И довольствуется Вот этим И смотрите Как хорошо Прямо в рай Прямо в рай Только ножки Задирая Все Что язычникам Надо было Не делать Ну вот И доложертвенное Не есть Кровь не пить Там И удавленную И блудом Не заниматься Все И хорошо Смотрите Как все Достаточно И причем Заметьте Опять Знаете Уровень Ветхого Завета Не 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 Как Иисус Говорил Что Иоанн Креститель Даже В Царствие Небесное Не попал Что Больше В Царстве Меньше В Царстве Небесном Больше Его Да И что Живущий По закону Христово По Евангелию Естественно Да Попадет В Небесное Царство А законник Куда он попадет Никуда Вот этот уровень Все что ли Да Не Не И не Не делай Другим Того Чего не хотите Себе В Синодальном Мы читаем В Новом Русском Тоже есть Но почему-то Нет этого В греческом Подсрочнике Да А где же Делай Твори добро Делай другим То что Хочешь Чтоб делать Тебе Люби врагов Ведь Вся суть Евангелия В любви к врагам Любить любящих Это И грешники Иисус говорил Прямо делают В этом нет Ничего великого А в любви Врагом Раскрывается Что Бог Есть абсолютная Любовь жертвенная Что суть Его Да Не каких-то Грешников В ад послать А чтоб все Изменились Где об этом Ну если Ссылаться На этот Собор В Иерусалиме Ну тогда Евангелие Можно выкинуть На помойку Попрать Жертву Христовую Вообще Все это Бога явления Бога любви Явления Воплоти Его жизни Учения Ну все Достаточно Да Соблюдая это Хорошо Делать Будьте Будьте здоровы Вот весь Весь собор Как хорошо Давайте на этом И закончим Это общую камву Я еще к этому вернусь Давайте конкретно Поговорим Насчет этого Это удавленные Религиозники Трупажоры Или Нерелигиозники Любые трупажоры Что-то где-то Услышали Где-то Прилетело Что есть такое место Тыкает там Веганам Вот Что вот якобы Да Тут только удавлено Запрещено А якобы Убийство животных И пожирать их трупы Не запретили Апостолы Вот на соборе На первом Его называют Первый собор Потом-то у религиозников Там куча соборов была Нет Я сейчас их разобью Ихними же Да Этими Щитами И мечами Которыми Мы открываем С вами У меня Кто Все эти тексты Есть На моей страничке На сайте Веган Христалюп.ру Или Веган Христалюп.рф Ну или можно просто Сокращенно Христалюп.рф Христалюп.ру Там найдете Раздел Веганства Все эти ссылки Есть Мы с вами Переходим На известнейший Самый известный Сайт Экзегет От Большого портала Предания И мы с вами Читаем Как видите Толкование На деяния апостолов 15 главу 29 стих Который Как мы Так что с вами Прочитали Как он Звучит Воздерживаться От ила жертвенного И крови Удавленной И блуда И не делать другим Того чему Они цитируют По синодальному Я конечно же Всех вам Зачитав не буду Тут много всего Я хочу привести В пример Двух известных Так называемых Первые Причем Самых двух Известных Это толкователи И на чем Вообще Строится Фундамент Толкования Православной Секты И католической По идее Потому что Тех Кого Будут Проводить Это Святые Ортодоксальные Церкви То есть Еще до Разделения Этой Псевдо Христианской Церкви Это уже С первого Потом Так называемого Собрания Не в Иерусалима А С Никейского Собора Который Уже Был В четвертом Веке При Царе Императоре Константине Который Его В общем-то И Собрал Не Не Сами Христиане Собирались А их Под Палками Собрали Тогда Уже Все Это Никаким Христианство Перестало Так называемое Существовать Это Стало Просто Психдо Христианское Министерство Империи Под названием Византии И Вот Те же Самые Анзл Таус Святитель Величайший Святой Кто знает Который Огромные Труды Оставил В частности Толкование Евангелия Всех Деяния Нового Завета И Феофилак Болгарский Он Кстати Тоже Жил Еще до Кто помнит Вот Этой Византийского Министерства Под названием Псевдо Христианская Ортодоксия Да И вот Разделение На православную Католическую Ну или на греческую Там в общем Как только не называют Люди аж бедные В названиях путаются Ну в современном Понятии Католическая Православная Церковь Так называемая Просто Псевдо Христианские Религиозные Организации И вот Этого Святителя Анна Мы с вами Прочитаем Раз Филакта Болгарского Два Что такое Удавленина Новый закон Этого не предписывал Пишет Анна Златоуст Христос Нигде не говорит Об этом Но они Заимствуют Это Из закона И Удавленины Говорит Говорит Здесь Запрещается Убийство Потому что Религиозники Да Толкуют Это Мне Лично Мне лично Это писали О том Якобы Это Вот только Какая-то Удавленина Якобы Душить Чуть ли Животное Нельзя Вот такое Нельзя Только есть Что ты Его собственными Руками Душишь Мне конечно Таким людям Сказать Особо Нечего Вот Почитайте Иоанн Златоуста Ваш Святой Он Пишет Что Здесь И Удавленины Как видите В кавычках Жирным текстом Даже Выделили Ну Это Специально Потому что Именно Толкование Идет На это Место Говорит Здесь Запрещается Убийство Здесь Не написано Как Здесь Просто И Удавлены Под Удавлены Это Так Перевели На Русский А по сути Запрещено Идоложертвенная Кровь Убийство Животных И Блуд Иоанн Златоуст Пишет Что Здесь Запрещается Убийство Он Не пишет Убийство Через Удушение Уж тем более Какое-то Вообще Извращение Если честно И Прямо До самого Конца На этом Сайте Экзогет Доезжаем То же самое Феофилак Болгарский Уж Это Вообще Он Который Все Собрал Кто знает Все Все Ортодоксия Православие Ну Католицизм Предпочел Из основополагающих Себе Учителей Кто знает Такого Августина Блаженного Уже Шестой Там Пятый Шестой Век Да Он им Больше Его Извращения Писаний Им были Больше По духу Но Так Так Назваем Греческой Православной Византийской Секты У них Все Стоит На Феофилакте Болгар Он Жил На Рубеже И Тысячелетий И Естественно Как раз Там Уже Был Официальный Распад Ортодоксальные Секты Византийского Министерства Феофилак Болгарский Прям Пишет Выражением же Огребайтесь Ну Здесь Почему-то По церковному Славянскому Написано Выражением же Огребайтесь Отудавлены Запрещается Убийство Все Ну Конечно Кто знает Религиозники Это прекрасно Знает Он и опирался В основном На труды И А на Златоуста Ну И еще Что-то Добивал Добавлял Сравнивал Ну Конечно У него Практически Никаких Разногласий Нет С Анным Златоустом Но Есть Кто Бывает И Предыдущих Отцов Так Называемых Поправляет Исправляет Не Соглашается Противоположная Вещь Пишет Как мы Видим Здесь Феофилак Болгарский Написал То же Самое Что Удавленные Запрещено Убийство Не Конкретное Зачем Это Вообще Комментировать Или Толковать Все и так Понятно Это Убийство Через Утушение Нет Они Пишут Что Здесь Убийство Запрещено Это Очень Важный Вот Момент Это Всегда Хочется Для тех Хотя Для тех Религиозников Ну Почитайте Своих Святых Они Вот Так Говорят И Давайте Мы С вами Переходим К 21 Главе Читаем Ее Тоже Чтобы По Книге Деяния Прямо Целиком Конечно же Я пропущу Сначала 21 Главы Будем 16 Стих А читать Потому Что До Этого Небольшое Предисловие Но Я вам Скажу Все Что С 21 Главы Идет По 17 Стих Павел Находится В Греции Можно Сказать И Ему Уже Открывается Это Уже Принцип Практически Заканчивается Книга Деяния Несмотря То Что 21 Глава 28 Это Такой Тоже Крупный Рубеж Это Где Павел Будет Арестован И Потом Будут Все Главы Уже Его Жизнь Будет Нам Описана Как Он При Аресте Будет Судим Из Одного Суда В Другой Переходить Он Римским Гражданином Является Будет Его Жизнь Описана С 15 Помните С Павли Павли Рассказывает Писание Говорит Чуть Раньше Даже Где Мы Там С Вами Там Не Просто Так Это Было Там Есть Конечно Небольшая Связь Где Мы С Вами Читали В 10 Главе Вот Это Видение Петру Когда Начинается Проповедь Язычникам Как Раз Там На Сцену Книги Откровения Выходит Павел Персонаж Павла Реальная Историческая Личность Человек И До 21 Главы Мы Павла Уже Видим В Перекрестке Так Скажем С Петром Повествование Потом О Петре Повествование По сути Уходит Павел Становится Главным Персонажем Вокруг Кого Вся Книга Крутится Описывает Ее Жизнь И Вот По сути Она До Орестован Уже Все Да Буш Орестован Именно В Юрусалим Мы С вами Видим Что В Принципе И То Что Мы С Вами Прочитали 15 Глава То Есть Опять Пава Варнава Это Его Друг Они Тоже Где То Ходили Вот Там Все События Были Что Некоторые Стали Принуждать Обрезаться И Помнить Что Их Послали В Юрусалим Они Пришли Вот Там Все Это Решили На Этом Соборе Опять Повторяющийся Эпизод Сколько Лет Прошло Мы Не Знаем В Библейских Книгах Нет Там Вообще Не Утруждались Какими То Годами Все Там Написать Показать Какую Хронологию Точно Такую Знаете Прям Четкую Вести Вы Знаете Кто С Библией Знаком Этого Нет Мы Не Знаем Сколько Прошло Между 15 И 21 Главой Мы Понятия Не Не Сколько Павлу Лет Было Что Это Человек Это Как Неофит Как Говорят В Религиозной Среде Он Вчера Только Уверовал А мы Помним Что Не Читаем Когда Павел Уже Будет Арестован Но Ситуация Повторяется Он Уже Из Не Еврейских Назовем Земель Тоже Снова Войдет Юрусалим Но Уже По Откровению Что Конечно Он Будет Арестован И Мы С Вами Сейчас Прочитаем Лишь То Что Там Происходит Вы Поймете Сейчас Попозже Для Чего Я Таким Большими Кусками Эпизодами Читаю С Из Кесарии Провожая Нас К Некоему Давнему Ученику Мнасону Киприянину У которого Можно Было Нам Жить Ну То Есть Они Через Кипр Опять По Морю Или По Сухой Не Помню Даже Сейчас Будет Сказано Как Они Отправились К Нему Но Не Суть Важно Они Идут В Юрусалим Возвращаются В Юрусалим По Прибытии Нашим Ну Братья Радушно Приняли Нас На Другой День Павел Пришел С нами К Иаков То есть Мы С вами Видим Опять На Нашей Сцене Книги Деяний Реальной Жизни Которые Нам Описаны Апостол Мы С вами Опять Видим Павла Ну Тогда Он Был С С Варавы Потом Кто Знает По Книге Они Расстались Вот У них Тоже Были Разногласия Да Все боялись Когда Он Обратился К Христу Именно Его Друг Иудействующий Христианин Уже Старшим Христианином Иудеи Варава Друг Его В общем-то И в круг Церкви Вел Да Чтобы Его Не боялись То есть Выступил Таким Авторитетом Посредником Да Потом Они Расстались На Тот же Собор Они Вместе Приходили Мы С вами Видим Но Потом Они Расстались Из-за Некоторых Разногласий Да Вот И тут Мы Уже Видим Ну Помните Там Иаков Председательствующий Так Скажем В этом Соборе Тоже Главный Как Ну Вообще Этого Иакова Называют Типа Епископом Вообще Иерусалимской Церкви То есть Самым Главенствующим Мы Видим Опять С вами Тех Самых По сути Персонажей Павла Иакова Да Может Там Кто-то Еще Был Но Больше Нам Имена Конкретные Не Перечислены Павел Пришел С нами Как Пришли Все Пресвитеры Приветствовав Их Павел Рассказал Подробно Что сотворил Бог У язычников Служением Его Ну Как и тогда Они рассказывали Помню На том Соборе Опять Все Происходит То же Самое Че Как Жили Че Попроповедовали Такие Чудеса Бывали Какие Случа Интересные Они Выслушав Прославили Бога И Сказали Ему Видишь Брат Сколько Тысяч Это Уже Говорит Ну Кто Ему Сказал Неизвестному Штаков Опять Он Говорит Павлу Видишь Брат Сколько Тысяч Уверовавших Иудеев И Все Они Ревнители Закона От Тебя Наслышались Они Что Ты Всех Иудеев Живущих Между Язычниками Учишь Отступление От Моисея Говоря Чтобы Не Обрезывали Детей Своих И Не Поступали По Обычиям И Так Что Же Верно Соберется Народ Ибо Услышит Что Ты Пришел Сделай Что Мы Скажем Тебе Есть У нас Четыре Человека Имеющие На себе Обед По закону Тут был Праздник Павел Пришел Опять На праздник Иерусалим Праздник Там Были Определенные Обеты Там Некоторые Наших Не знаю Как Ко мне Это не имеет Отношения Но В общем Ортодоксальных Тоже Монахов Там Да Так И там Были Некоторые Люди В законе Моисеева Были Разные Вещи Там Некоторые Соблюдали Некоторые Особые Правила Короче Фарисеи В принципе Там Тоже Были Просто Мелкие Деления Вот И Там Некотор Обед На себя Взяли Да И Павел Тоже Взяв Их Котяков Ну Неважно Кто Ты Начал Говорить Он Говорит Павлу Ты Тоже Возьми Их Возьми 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 Вернее Их С собой Возьми Сам Обед Это Там Надо Было Некоторое Время Кое Что Соблюдать Сейчас Не Буду Не Хочу Вдаваться Вот И Очисти С ними Ну Вот По закону Сделай Это И Через Это Ты Очистишься И Возьми На Себя Издержки Там Надо Было За Жертву За Них Чтобы Остерегли Себе Голову И Узнать Все Что Слышно Имя О Тебе То Все Сделай Что Там Надо По Обряду По Телу Что Надо Сделать В Жертву Опять Животных Принести Что Иисус Прямо Запрещал То Все Это Сделай И Пусть Все Узнают Что Слышно Имя Тебе Несправедливо Но Что И Сам Ты Продолжаешь Соблюдать Закон Об Уверовавших Язычных Как Мы Писали Да Положив Чтобы Они Ничего Такого Не Наблюдали А Только Хранили Себя От Илая Жертвенного Крови От Удавленной И От Блуда Давайте Сейчас Дочитаем И Тогда Павел Взяв Тех Мужей И Очистившись Ними В Когда Должно Быть Принесено За Каждого Из Них Приношение Когда Же Семь Дней Оканчивались Тогда Осийские Иудеи Увидев Его В Храме Возмутили Весь Народ И Наложили На Него Руки Крича Мужей Израильский Помогите Этот Человек Всех Повсюду Учит Против Народа И Закона И Место Этого Притом И Елен Вел В Храм И Осквернил Святое Место Это И Перед Тем Они Видели С ним В Город Трофима Ефесянина И Думали Что Павел И Вел В Храм Весь Город Пришел В Движение И Сделалось Течение Народа И Схватив Павла Повлекли Его Вон Из Храма И Тотчас Заперты Были Двери Когда Жен Хотели Убить Его До Тысяча Начальника Полка Дошла Весть Что Весь Иерусалим Возмутился Он Тотчас Взяв Воинов И Сотников Устремился На Них Они Увидев Тысяча Начальника Воинов Перестали Бить Павла Тогда Тысяча Начальник Приближ Взял Его И Вел Сковать Двумя Цепами Спрашивал Кто Что Сделал Пошло Поехал В общем Мы Видим С тех Павел Находится Под Арестом Его Арестовывают Ну Вкратце Вы Все Поняли Еще Раз Теперь Я Вам Своими Словами Мы С вами Размышляем Что Мы С вами Прочитали И Что Мы С вами Видим То есть Надо Не Забывать Вот Это Все Контексты Понимать И Знать Сам Иисус Пришел В народ Иудейский Бог Явился Воплоти Потому Что Кто Негрешники Имеет Нужду Неправедники Имеют Нужду Небольные Имеют Нужду Врача Больные Поэтому Неправедники Имеют Нужду В покаянии А грешники Это Очень Важно Понимать Мы Видим Что Они Так Несмотря На то Что Бог Явился В плоти И учил Их Истине Они Так И не Смогли Отлепиться Даже От Закона Моисеева Который Зол По Сути Своей Там Столько Зла И Проповедь Злодейства Что К нему Нормальному Человеку И близко Касаться Не стоит Мы Видим С вами Что Они Так И не Могли Отваливаться Учили Этому Закону Якобы Училище Христианству Как Можно Христианство Совместить Законом И Сам Иисус Говорил Вам Сказано Люби Ближнего В законе И ненавидь Врага Своего А Я Говорю Вам Любите Врагов Ваших Вам Сказано Око За Око В законе Зуб За Зуб А Я Говорю Вам Ударившему Тебя В одну Щеку Подставь Ему В правую Щеку Подставь Ему Другую Ну Как Это Можно Все Совместить Иисус Прямо Учил Против Закона Моисеева Учил Об Истине О Любви О Жертвенной Любви К врагам О том Что Бог Есть Абсолютная Любовь Можно Закон Совместить С этим Нет Конечно Все Что До Плоти Иисус Относил Все Он Это Обличал Что Они Все Это Соблюдают По Плоти Но По Духу Находятся В аду И учат Их Печально Мы С вами Видим Что Иудеи По всей Земле Якобы Даже Которые Уверовали В Христово Учение Все Проповедовали Весь Закон Как Они Там Умудрялись Я Не Знаю Ну Как Не Знаю Я Посмотрите На Современных Православных Католиков Протестантов Которые Шили Ветхи Завет Снов И Тоже Несут Такую Ахинею Что За голову Берешься Вот Иудеи Занимались Тем Самым Чем Сейчас Занимаются Православные Католики Протестанты Якобы Иисус Сам Никого Не Убивал Не Проповедовал Убийство Все Делают Так что Как Это Делается Очень Понятно Непонятно Вернее В голове Как Это Вообще Можно Так Делать Ну Понятно Видно Вернее Как Это Они Делают Потому Что Головы То Нет И Сердце Окаменелое Мозгов В голове Точнее Нет Вот И Мы Видим С Вами Что Тоже Самый Павел О Который Он Говорил Так Павел Все Таки Хотя Бо Будь подальше От этого Иерусалима Подальше От этого Храма Которые Живут Потому что Люди Когда Живут Где-то Далеко От Какого-то Места В котором Как-то Живут По Особым Обрядам Вы Даже Если В доме Там Родители Жили Как-то Там Такие Правила В доме Были Там Убирать Туда Ставить Это Должно Здесь Ставить Это Там Сюда Ходи Туда Не Уезжает Там Возрастает Уже Живет Сам В своем Доме Он Живет Как Хочет А Возможно В другой Дом Переехал Где Другие Правила С кем-то Вместе Съехался Здесь То же Самое Конечно Павел Уже Зная Что Те Евреи Иудеи Которые Живут Где-то Подальше Хотя Б От Иерусалима Где Вообще Люди Законченные Там Иудеи Фарисеи Он Им Пытался Конечно Сам Познав Истину Хоть Насколько То Да Пытался Им Говорить Что Во всех Тих Даже Не То Что Как Мы Видим На На Соборе Якобы Они Положили Для Язычников Да Убрать Это Обрезание Закон Моисеева А Вот Якобы Там Хотя Вот Это Держаться Но Это Якобы Для Язычников Но Павел Не Только Павел Не Соблюдал То Сам Постановление Собора А Он Иудеем Он Более того По тексту Понятно Что Это Правда Он От Этого Не Отрекался Да Вот То Есть И на Него Не Клеветали Он Действительно Иудеем Нормальным Кто Способен Уже Это Воспринять Он Говорил Что Все Это Не Нужно Даже Иудеи Уже Нет Нужды Своих Детей Там Обрезать Соблюдать Закон Моисея Ходить Там Юрусалим Совершать Все Эти Жертвы Мы Видим Что Он Это Дел И Именно Упоротые Которые Как У нас Есть Религиозники Его В этом Обвиняли Говорили Что Хулители Как Мы Видим Когда Он Пришел Юрусалим Его Даже Там Били Хотели Забить До Смерти То же Сам Они Сделали Со Стефаном Кто Знает Историю Почему Говорю Почитайте Все Это В Контексте Прежде Чем Вот Эти Даже Мои Слушать Видео Если Вы Христианин Там Верующий Или Даже Вам Интересно Как Веган Прочитайте Целиком Счет Книгу Деяния Можете Сделать Со Мною Она У меня Целиком Своими Комментариями Записана На Канале Христалюк Веган Чтение Библии Но Опять Даже Те Кто Юрсалим Находится Якобы Первенствующий Тот Сам Яков Павел Приходит Он Начинает Убеждать Чтобы Он Все Так С Иудеями Был Как Иудей О чем Он Сам В Одного Своих Посланий Писал Они Сами Друг Друга Боятся Они Сами Не Могут Отлепиться В Юрусалим От Этого Всего И Павел Как Мы Видим Тем Кто Потому Что В это же Время На праздник Пришли Из тех Мест Где Его И Уличали И Действительно Видели И знали Что Он Там Вот Такой Делает Несмотря На то Что Он Тут Прикидывается Уже Законником Стали Кричать Что Он Брехун Да И Лицемер И Двуличный Он Просто Здесь Прикидывается А Мы Знаем Что Он Проповедовал Единствен В чем Его Оклеветали Видите Он Ходил С Язычник Не С Иудеем Который В Храм Иерусалим Вообще Не Имел Права Язычник Войти А Он Уже Оттуда Приехал Из Греции С Каким То Другом Новым Так Скажем Который Не Был Иудеем Ему Нельзя Было Войти В Храм Да Но Это Уже Оклеветали Его Что Типа Он Вел В Храм Этого Не Было Не Суть Важна Это Главная Причина Найти Вы Знаете Как Мы В Современном Мире Лжи Пропаганда Живем Был Бо Человек А повод Его Оболгать Всегда Найдется Но Мы Видим Чем Все Это Закончилось У Меня Какие Я Еще Хочу По Поводу Этого Мысли Все Сказать Я Тут Пометки Делаю Иудеев Оставляет Желать Лучшего Зашкаливает Именно Эту мысль Я Все Время Пытаюсь Донести Посмотрите На Этих Первенствующих Христиан Иудеев Последователей Иисуса Христа Много Они Поняли Ли В жизни В истине Нет Нет Они Были Обычными Как Люди Тут Свечки Все Это Православные Иконы Мощи Вот Все Тоже Самое Обряды Ходить Не Ходить Субботы Воскресенье По поводу Слова Удавлено Я вам Тоже Еще Одно Подготовил Сейчас Я пользуюсь Сайтом Ну Или Порталом Есть Такой Bible Zoom Тут Все Тексты Там Еврейские Переводы Грецкие Подсрочники Вот Слово Которое Удавлено Было Использовано Ну Читается С Грецкого Пониктон Ну Якобы От задушных Животных Да Удушенный Удавленный Как существительное Удавленено Но Я вам Хочу Обратить внимание Во-первых Мы уже С вами Посмотрели Как это Так называемые Святые Отцы Ортодоксии Писали Они писали Прямо Об убийстве Не Растолковывая Что это Якобы Какое-то Удушное Животное Что Над руками Чтобы душить Или веревкой Вот А кто Так вообще Делал Да Животных Всю жизнь Убивали Кожей Куколющей Режущими Предметами А вот Здесь Вам на экране Видно Тоже Очень часто Когда Любое Слово Мы с вами Видим В писании Уж здесь Целый Список Там Возьмите Любое Слово Там Где Оно Еще Во всей Библии Повторяется Я хочу Ваше Обратить Внимание Что Это Слово Больше Нигде Не По крайней мере В том Виде Какого Кто-то Написал И не забывайте Что написал Его некий Лука Какой-то Вроде Как Язычник Который Не был Прямым Свидетелем Вообще Жизни Учения Иисуса Христа Свою Евангелие И книгу Деяний Это все Вроде Как Одному Автору Приписывают Евангелие От Луки И книгу Деяни Что Вот этот Лука Писал Все Это Со слов Что Евангелие От Луки Он даже Писал Со слов И свидетель Как он Тех Кто Был Свидетелем То есть Со слов Прямых Учеников Христа Там Собирал Там Собирал Да То Книгу Деяни Конечно Он писал Уже Как Свидетель Всех Событий Сам Стал Христианином Но Кто Он Был На Как Он Выразился Я хочу Обратить Ваше Внимание Что Очень Странно Что Это Слово Больше Нигде Во всей Библии Не Повторяется Нигде То есть Найти Какой-то Потому что Очень часто Когда Слово Какое-то Непонятно Вот Пользуешься Такими Порталами Сайтами Всегда Можно Посмотреть А что Еще И в другом Месте Понять О чем Речь Идет Да Что Конкретно Да Если Это Вообще Ссылка На закон Или Чуть ли На Ниноя Где Там Это В девятой Главе Якобы После Потопа Там Все Это Что Вообще Якобы Апостол Пресвитер Этот Собор Выразил Такую Мысль Ноевского Завета Кто-то Говорит Что Завет С Ноем Яков Был Заключен Но Этого Нет Не В Деятой Главе Книги Бытия Да Этого Нигде Нет То Есть Три Места Но Все Места Которые Мы Разбираем Деяние 15-20 Два Раз Повторяется Деяние 15-29 Стих Мы помним с вами Два раза Одно дело Что они решили И потом Само письмо Зачитали И вот то Что мы разбираем Второе место Деяние 21-25 Вот все эти места То есть Это слово Никак с чем-то сравнить Вообще На самом деле Действительно Хоть здесь И перевод Такой дословный Якобы Действительно Это удушно Мы с вами Благодаря Так называемым Толкователям Понимаем Что нет Там прямо Об убийстве Не рассказано О каком убийстве Да И более того Вот действительно Это слово Лука Написал Что никто Его не понимает Да Он возможно Потому что Одно дело Понимаете Иудеи Общались на иврите Они что-то Употребляли Лука Иврей Это возможно Не знал Да Как он там Общался Ведь он же Лука Этот Вот Почему смотрите Такую надо Цепочку раскрутить Кто такой Лука Был Откуда Он мог Общаться Он как вообще Христианином Стал Да Там Никто же Не знает Чицких евреев Да Кто-то из евреев Говорил на двух языках Жил там На чужбине А мог говорить И В этом И в Юрусалиме На двух языках Или еще Да Мы знаем Что он с Павлом Был Где он с ним Познакомился Как Да Он с ним Был даже до конца Мы Благодаря книге Деянием Знаем Что когда Его все Оставят В Риме Там якобы Он будет даже Писать такую фразу Один Лука Со мной Да Вот Ну вот Так он Так вот Дошло Так он Там На каком-то Написал Языке Может Передавая Какое-то Еврейское Слово И как Он Уже Никаких Концов Не найдешь Потому что Если Если Еврей Ты говорил Он же Понимал О чем Он говорил Если Они на закон Тем более Ссылались Значит Это было Слово Употреблено Которое В законе Тоже Употреблялось Если Нет Если Они Это Сами Придумали Если Это Одно И пошло Где Ссылка Где Где Какая-то Пересылка С девятой Главой Никакой Вообще Это Даже Слово Не Употребляется Это Очень Важно Понимать Вот Ковыряются Что Вот Это Якобы Как 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 Удушные Животные Кто Душит Животное Вот Расскажите Кто Это Когда Дел Любое Животное Всегда Забивалось Либо Колюще Режущими Либо Тяжелыми Грубо говоря Предметами Ну Как Там Кроликов Там Дубинкой Там По голове Ужас Вообще Долбит Чтобы Убить Кто Там Корольчатинку Есть Мелкое Животное Понятно Палкой Могут Забивать Кирпичом А Крупное Всегда Колюще Режущими Чтобы Убить Его Ну Или Тех Загоняли Кто Душил Кто Душить Будет Животное Вы Сами Вдумайтесь Все Так Удавлен Поэтому Очевидно Что Здесь Если Можно То Действительно Вот По Иоанну Златоусту И Филакту Болгарскому Речь Идет Об убийстве Об Идало Жертвенным Как Раз Мы С В Следующие Ролики Уже К Павлу Подбираемся Да Очень Важно Все Эти Ролики Смотреть Видите В контексте Чтобы Павла Потом Почитать Все Надо Понять Вот О чем Петр Павел Уже Два Видео Записал Я Вот Так Что Очень Важно Тоже Такой Момент По поводу Вот Сравнения Что Нигде Этого Слова Что Действительно На самом деле Имеется Ввиду Какое Там Убийство Животного В частности Каким Образом Что Душить Нельзя А где В Ветхом Завете Раньше Было Можно Душить Или Кто Из Язычников Даже Душил Да Никто Не Душит Никогда Никакое Животное Это же Бред По Моему Я Где-то Слышал Что Это Место Пытаются Подвести Под Мертвичину Перевести Но Нигде Мы С вами Тоже Видим Под Это Никакого Нельзя Только Лишь Бо Извратить Что Якобы Мертвичину Знаете Потому Что В Законе Есть Такое Понятие В Законе Моисеева Как Нельзя Мертвичину То Найденное Мертвое Животное По сути Только Потому Что Притягивают Закон Мертвичину Почему Есть Нельзя Потому Мясо Тухнет Моментально Естественно Если Ты этот Труп Не Сожрешь В Современном Мире Есть Холодильники В Древние Века Тоже Есть Некоторые Способы Сохранения Трупятины Мхом Закрывали Но Все Ненадолго Тоже Сушили Солили Имеется Ввиду Когда Что-то Делают С этим Трупом А Если Ты Нашел Мертвичина Которая Либо Другим Зверем Было Другое Животное Убитое Ты Находишь Что-то Растерзанное Либо Неизвестно По какой Причине Умерло Может Болело Может Рану Получила Зацепилась За что-то Не важно Кровь Потеряла Много Ты видишь Труп И все И якобы Пытаются Подвести По-моему Я хотя Точно Не знаю Потому что Здесь Вообще Речи Не идет Была бы Так Написана Мертвичина И уж Тем более Тогда Через Толкователи Мы бы Точно Поняли А там Написано Убийство Имеется Ввиду Убийство То есть Убитое То есть Правильно Перевести Было Ничего Из Воздерживать От Ило Жертвенного Крови Убиенного И блуда Тогда Можно Так Неудавлен Не вегану Религиознику Не религиознику Не важно Но Трупажор Убийце Трупажору Ни в коем Случа Нельзя Это Противоречит Истине Это хула Точно Так же Написание Вы тем самым Хулите Истину Христа Извращая Писание Потому что Что бы тут Не имелось Ввиду Уж точно Однозначно Что-то там Притягивать Это якобы Вот там Да Только удавлено Все остальное Можно Поэтому Я остаюсь Убийцей Трупажором Ни в коем Случа Нельзя Вы за это Будете Воду Жариться Навертели Убийство Это грех Я в конце Еще раз Как это всегда Делаю Мир был создан Веганским Изначально Это очень важно Понимать Да Поэтому Все что было Дано Человеку В пищу Это что Это Продукты Растительного Мира Вот и все Это именно Замысел Божий Потому что Бог есть Любовь Бог дал Животным Нервную Систему Все органы Чувств Через которые Они либо рады Наслаждение Ощущают Либо боль Поэтому Естественно Бог Не изменен Бог Любовь И заповедь От начала И до конца Времена В Царстве Небесном Будет одна Любить Бога Во всячески Во всем Его проявлениях В том числе В животных Так что Вот так Вот это место Мы с вами Я надеюсь Убедились Никак не может Быть причиной Тому Чтобы Оставаться Злодеем Убийцей Веганом Не веганом Трупоедом Не веганом Трупожором Да Не делайтесь Чтобы ваш Бог был Чрево Все мысли Только Земном Становитесь Богами Любовью На этом На этом У меня Все Такое Вот Видео Кому Нравятся Ролики Ставьте Лайки Делитесь Семью Вся В соцсетях Пишите Ваши Комментарии Ну а Следующий По списку Будет У нас С вами Места Павла Из Римлян Из Каринфиным Абделлажертиным От чистой Нечистой Пищи Ну Во всем Таком Одноименная Страница И плейлисты На канале Это Веган По Библии Там все эти места Собраны Ну и на страничке Все эти тексты Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok